Ну все, друзья, я пошла на вечернюю праву, беру вас с собой. Всем привет! Я уже второй ролик сегодня снимаю. Нет, третий. Да, третий ролик за день снимаю. Ужас какой! А вы будете смотреть завтра. Ну, то есть сегодня для вас. Каутер вроде бы как зарядился от другого блока, не родного, но вроде бы зарядился. Сейчас попробуем, посмотрим. Если все получится, то обезрожим козлят. А если нет, придется ехать аж в Тамбов к моим друзьям и обезроживать козочек. Бегу на хозяйство. Приехал Сергей Иванович Юрий Александрович. Посмотрим, что они нам сделают сейчас с электропастухом для животных. Так, ну вот. Сейчас и Сергей Петрович должен уже свои дела здесь, идеи делать. Посмотрим, как у нас все продвигается. Ты их кормишь? Выкидывай их. Туда. Пускай. Им тесно. Нет, здесь кушать, а там погулять. А потом что-нибудь придумаем им. Потом на улицу переведем. Слушай, я еще одним блоком пробовала. Еще одним блоком пробовала. И ничего не получилось. Короче, поеду я в Тамбов. Попросила Сергей Иванович Юрий Александрович мне помочь. Ну, потому что с козлятами еще надо. Козлят. Сейчас мухи пойдут. Что, девчонки? Еще немножко и будет вам трава зеленая. Сейчас мы вам загон большой сделаем. Будете гулять. Не только в грязи сидеть. Да уж. Я вот думаю, если они сейчас загон сделают им, так можно их вообще выпустить и пускай там на улице ночуют. Там же сухо в той стороне. Они выберут себе сухое место точно. Так, ну ладно. Пока Сергей Петрович управляется, там заканчивает дела с козами, с коровами, я пойду найду все-таки наших друзей. Чип-чип-чип-чип и Дейл к нам спешат. Чип-чип-чип и Дейл лучше всех. Уже начало положено, да? Уже столбушки? Они под уклоном, потому что они немножко будут тянуть, а они потом туда немножко. Да и делайте. Вы уж не первый год их собираете. Вы вот что? Куда потом хочешь загонять-то? В Стрельцы. Ну там быстро. Там прям шик-шик. Трех козлят с собой берем, короче, и едем. На их обезрожить. Я пробовала другим. Я не знаю, что к нему подобрать, понимаешь? Вот этот каутер мой. Я родную зарядку потеряла. Раньше я его от автомобильного заряжала. Он такой, знаешь, проводочек автомобильный. Сейчас катаю-катаю-катаю-катаю-катаю с собой. В итоге одного козленка обезрожила, остальных не могу. Вот три штуки осталось. Вот твоих маленьких козлят. Да. Надо три мешка, да? Да ты чё? Мы чё же их в мешках повезём? Ну как? Не знаю. Мы как-то в коробках, в клетках там их как-то сажали. У меня клетка есть. Мы щенят тогда возили в ней. Можно в ней попробовать. Ну в руках, блин, как-то памперсы там одеть. Ну мешки как-то это сами... Поросята будут вообще, конечно. Почему? Я говорю, как поросята в мешках, я имею в виду. Не возят козлят в этих мешках, как телят. Не возят. Их вот в памперсы одеть, и говорю, вот трусики памперсы одеваешь, и всё, и везёшь спокойно. Маленькие, ты же видел их. Ну давай посмотрим. Я говорю, да он в три мешка их запхал в мешки. Блин, ну не могу я в мешки своих козлят пихать. Я серьёзно говорю, мне жалко их. Ну и стихи хорошие, они всё хорошо. Они зато не будут скакать, они тихо, мирно. Если доделаешь один, да, получается, ну ты, наверное, доделаешь, пока мы гоняем. Скажи ему, чтобы выпустил, или сам выпусти, кроме бычка всех. Пускай они здесь ночуют, нафиг там стоять. Всё, едем. Куда всё делось-то? Ой, такая, видишь, клетка, она высокая, мы щеняты. Здесь три козлёнка бы запросто. Ну вот я не знаю, где вверх от неё. Ты понимаешь, ну жалко мне их впихать туда. Здесь будет, там ничего не будет. Ой, у меня на эту голову. Ну поехали, чё. А ну спокойненько. Я тебя дома предупрежу, а то ж я убежала на хозяйство. Козлята? Ну да, надо в мешки идти. Ну подвози сюда машин в любом случае. Чё ж ты их туда таскать будешь? Стой, малыш. Стой. Стой, 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 стой. Давай, подержи. Всё, с головой хочешь или чё? Или как? Да будь там. Давай. Легко. Вот. Блин, они так кусаются, конечно. Скоро, ну-ка. Ты ещё не понимаешь, что происходит. Чё же, говорит, кусается так в анатоле. Две девчонки мальчишка у нас. Та не всех обезрожила. Может, они на зелёное так реагируют? Слушайте, они похожи на зелёное так реагируют. Лён, уйди. Лён. Давай, здесь. Ты посмотри, что творится. Я с чёрным пошла, они не бежали. Чё вообще происходит-то? Воля, они его знают. Они знают это ведро. Они знают его. У тебя волосы есть. Да сейчас, 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 дам, сейчас. Пошли, всё, показались, пойдём. У-ху! Так, всё, да? Всё, да, поехали? Ага. О, видал? Дотягивается. А я не могу с ведром дотянуться. Я сегодня кидала-кидала. Ничего не докинула. Ну, здесь есть шиномонтаж. Прямо вот здесь, в этом, как он называется. Вот, прям вот здесь вот есть. Вот он мост. Сейчас мы туда нырнём. Так, не разгоняйся. Сейчас здесь, прям рядышком, тут забор зелёный, который вот повыше. Всё, мы приехали с приключениями. А какое, интересно, я не вижу. Я, я что-то не вижу, Сергей Иванович. Что-то, какое ты пробил-то? Ну, звук, конечно, нехороший. Так, иду целоваться. Я сопротивлялась долго. Не хотела их так вот вести, но Сергей Иванович по-другому не согласился. Ну, вроде живы. Так, ну что, я в хозяйстве стрелецкие козочки у Иры с Серёжей. Сейчас будем обезроживать козлят. На меня смотрят ламанчи и чехи, и альпийцы. Нет, чехов, по-моему. Иру, у тебя есть чехи или нет? Или это альпийцы все? Нету чехов. Есть альпийцы красивые. Так, ну что, козье царство, как вы тут поживаете, а? Красавцы и красавицы. Давно я у вас не была в гостях. Да? Ох, ох. Вот они, безухие козы. Здравствуйте, здравствуйте. У меня тоже отсюда одна козочка, леди, из этого хозяйства. Какой рожек интересный, какое красивое украшение у тебя на голове. Да уж. Ну, они, да, попитывают. Им немножко, да, надо прийти в себя. После столь... Куда они убегут-то? Это от Нюши, от 40-процентной машины козы. Я у нее брала, когда у меня молока не было, я ее купила, но она очень удойная. У нее такое вымя огромное. Вот пацан. Ну ладно тебе, красавчик. Что? Он не камолый? Не должен быть, по идее. Что? Хочешь сказать? Камолый? Не знаю. А какая должна быть? Там же проверяется, да, вроде, камола, что вот ездит, не ездит, мне кажется. Ну, ездит. Что, думаешь, камолый? Коза какая? Рогатая? Рогатая. Точно? Точно. 100%? 100%. И козел рогатый. Ну, машины козы, я знаю. Машу, я сейчас у Иры в Стрельцах, потому что мы обезрожить привезли. Мы привезли Нюшиного сына. А Нюша что, камолая? Нюша камолая, ты же спрашивала, я тебе говорила, что Нюша камолая, у нее могут быть камолые дети. Ёпарася, ну я. Ладно, все, спасибо огромное. Мне камолый сын, мы его не обезрожили, все нормально. Ира профессионал, так что все нормально. Давай, позвоню еще, пока. Ай, я уже столько камолых, камолых, что я говорю, я столько уже обезроживала, на самом деле, у себя и у друзей. И я понимаю пользу этого всего. Да, Нюшиному сыну повезло, он оказался камолом. А вот эта у меня пятнистая родилась от американки, которую мне Наташа подарила тогда, ирис. Она сама такая седая, не знаю, как сказать, коричневая, у нее нет пятен. Родилась такая яркая девочка. И вообще у меня все однотонные козы родили пятнистых и лунно-пятнистых, а все пятнистые родили, наоборот, однотонных. Но вот у нее мама же очень пятнистая, очень. Вот у этой коричневой девочки. А, тут красивая, яркая. Ну да. Ну все, один просто так скатался. Камолой оказался. Представляешь? Опыта нет у Ольги Анатольевны. А что ж вы не подготовили? А я откуда знала, что ему никто не изменял? Мы так и не доехали до дома. Все-таки у нас прокол, и мы уже второй раз качаем колесо. Вот такая вот история. А уже темно. И мы стоим на трассе. Мы стоим на трассе. Лешенька, мы пробили колесо. Вы там как? Мы не доехали километров 30 до дома. Правда, все хорошо? Покушать у вас там есть чего. Чуть Света приготовила. Ладненько. Как будем подъезжать к дому, я, может, еще наберу. Надеюсь, доедем. Ну все, мы дома. После наших приключений. Все нормально. Все живы. Вот. Александрич, у нас один просто так прокатался. Камолой оказался. Представляешь? А я и не знала. Но я вам ничего не покажу сейчас. Утром засниму и покажу. Мужики, домой поехали. Все. Мужчины, помощники, спасатели. Вперед. Доброе утро, доброе утро. У меня еще голос не проснулся. Сейчас 5.15. Оля опаздывает на работу. А Сергей Петрович уже, кстати говоря, шуршит. Шуршит, шубуршит. Курочки. Как вам так живется-то свободно, а? Ну, вообще, у меня многие пишут, что зря я кур выпускаю, потому что все, засрут весь. Мой красивый двор засрут. Доброе утро. Вот. Но я считаю, что пускай лучше засрут, чем будут сидеть заперти. Куры, они есть. Куры, они даже гуляют везде. И травку есть. И что, заскакивают? Более-менее. Козюльки. Ох как. Ох как. Ох как. Ох как. Так, ну все, у нас козюльки по местам. Как здесь хорошо-то стало, ярко, слушай. С новым светом. Давай-ка. Здесь у нас теперь новое электричество, новый свет в козовнике и в коровнике. Я так рада. Я так рада. Так. А, я же вам обещала, что показать-то вчера. Электропастух. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Сейчас козочек подоим и сделаем. Как Ира 20 с лишним коз доит руками, я не понимаю. Я не понимаю. Ай, у меня 8 дойных. Так, корм ты еще, да, досыпаешь? Корм второй партии досыпаешь? Молодец, Яшма, молодец. Второй отел и такое вымя. Ух, молодец. Вкусное. Молодец. Образец, ага. Вкусное вымя у тебя, да. Да. Я просто выливал. На глаз не можешь? Я, короче, от умки выливал. И чуть-чуть оставлял, ну, чтобы с этой подоить. Тебя там, как это, не оставляешь, сколько оставляешь? Я буду оставлять. Нам надо замерить, сколько молока у нас. Надо, у меня, я же купила эти ведра, они мерные. Ну, все, ладно, давай, потом поднимем. Да, вечером, допустим. Надо все его вылить в мерные ведра, и тогда уже понять, сколько телятам отливать. Вот как хочется пить. У тебя все, молоко сюда влезает оставшееся? Сейчас, сейчас. Давай я ее покормлю. Самая младшая насосочница. Я представляю, сколько может быть комментариев насчет того, что мы обезроживаем козлят, как это все ужасно негуманно и бедным животным больно. Ну, посмотрите, как они себя прекрасно чувствуют. Вот, после вчерашней процедуры. И все, слава богу, хорошо. Да? Ну, я не успею это убрать сейчас. Кого? Помыть точно успею. А что убрать-то? Здесь ничего не нужно. Ну, опилки-мопилки что-то. Да, я сейчас подмету. Там убирать-то нечего, сейчас навоза нет. Ну-ка, как они там наши? А, красота. Хоть не в грязи стоят. Ну, вот умные, умные животные ушли где посуше. В прошлом году мы чистили этот загон, поэтому мы его сделали в два раза меньше. Теперь он там, можно сказать, почти на травке. Смотрите, как здорово. Ой, что вы. Лето начнется, выгул будет сухим. Пастбище будет. Вообще красота, да? Правильно я говорю? Прежде чем дойти до коров, туда на пастбище, а я собираюсь это сделать, еще полюбоваться на них, пойду к телятам. Я же обещала в следующей серии вам телят показать. Давайте посмотрим телят. Телятки у нас тут хорошо прижились, слава богу. Больше не болеют, слава богу. Хорошо кушают. Да? Хорошо кушаешь? Вон какой сытенький. Нормально, все идет по плану, как говорится. И вот еще один телочек. И вот тот самый, который самый младший. Тоже подрос, окреп. Они здесь живут на глубокой подстилке. Мы еще ни разу здесь не убирались. И не помню, когда точно я их купила. Месяц, наверное, назад уже. Или больше. Ну, в общем, они так здесь и живут, на этой глубокой подстилке. Мы только подсыпаем. Подсыпать Сергея Петровича опилки. Потом надо будет когда-нибудь здесь вычистить, да? Когда на лужок выведем вот этих вот товарищей. Ну, а что? Красавицы и красавцы. Нет, здесь одни девочки. Здесь красавица только. Вот ворота электропастуха. И я смотрю, что они даже туда не хотят ходить. Хотя вот у них здесь сено. Все, они там какую-то травку находят, щиплет. Да, Умочка? Не хочется в грязь-то идти, правильно? Кто смотрит мои ролики регулярно, помнит, что вот на этой части участка у нас был, ну, такой импровизированный индюшатник. У нас там долгое время жили индюшки. Но они стали в какое-то время там гибнуть. Прямо одна за другой, уже достаточно крупные. И поэтому я их перевела обратно в сарай, вот где сейчас живут как раз телята. Если, дай бог, все так устроится, что и телят будет куда поставить, и коров, и всех-всех-всех задуманных животных, запланированных, конечно, индюшки я бы еще завела. Уходить не хочется, как хорошо. И погода, главное, вроде бы не солнечная, моросит как будто бы, но все равно тепло так, тихо. Да, Глорушка? Скоро мамоле придет в себя, немножко отдохнет, сядет верхом, покатается. Я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за помощь, спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии ваши. Мне это все очень дорого и ценно. Спасибо, что поддерживаете меня в это нелегкое время. И до новых встреч. Пока-пока. Всех люблю.